Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сегодня, как и раньше, у нас большая честь в нашем заседании, я рад вам представить, участвует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович, у нас 20-е заседание, Валдаю 19 лет, а заседание 20-е, так бывает. И когда мы смотрим на архивы валдайские, то такое ощущение складывается, что это хроника переломного времени. Время выпало действительно очень интересное. Нам очень почётно, что все эти 20 встреч не было ни разу, по-моему, что вы пропустили и не встретились с валдайскими коллегами. В зале есть те, кто с вами встречался раньше, причём и в первые разы, есть те, кто впервые. И я очень буду рад предложить вам изложить ваше сегодняшнее мнение. Спасибо. Большое спасибо, уважаемые участники пленарного заседания, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать всех вас в Сочи на юбилейном, как уже только что было сказано нашим ведущим, в 20-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Наш, или, можно сказать, ваш форум, который по традиции собрал политиков и учёных, экспертов и общественных деятелей из многих стран мира, вновь подтверждает высокий статус востребованной интеллектуальной площадки. Валдайские дискуссии – это всегда отражение самых важных процессов мировой политики XXI века во всей их полноте и сложности. Уверен, так будет и сегодня, ну, так было уже, наверное, сегодня, в предыдущие дни, когда вы дискутировали между собой, так будет сегодня и так будет и впредь. Потому что перед нами стоит, по сути, задача строительства нового мира. А на таких определяющих этапах роль и ответственность, таких как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика. За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране, как только что было сказано, произошли серьёзные, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам срок 20 лет не такой большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается. И думаю, вы согласитесь, что за эти 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходят за многие-многие-многие десятилетия. И перемены эти качественные, требующие коренных изменений самих принципов международных отношений. В начале 21 века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия, осознали её пагубность, прочувствовали хрупкость и взаимосвязанность всей нашей планеты, убедились, что глобальные проблемы человечества требуют совместных действий, при поисках коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно заведут или будут заводить нас в тупик, так же, как и попытка более сильных навязать остальным собственные представления и интересы. Это должно было стать всем очевидным, должно было стать очевидным, но оказалось, что это не так. Нет, это не так. Когда мы впервые встретились на заседании клуба почти 20 лет назад, наша страна выходила на новый этап своего развития. Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР. Мы со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как нам казалось, более справедливого мироустройства. Благо, наша страна способна внести в них огромный вклад, поскольку нам есть что предложить нашим друзьям, партнёрам, всему миру. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали. Такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. Самодельность наших так называемых партнёров на Западе, вы знаете, просто зашкаливала. По-другому и сказать невозможно. США и сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию – военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопленная веками колониальной политики. И ваши коллеги, многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Но это же факт. Фактически такой уровень в значительной степени развития был достигнут в значительной степени за счёт ограбления всей планеты. История Запада, по сути, хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида. Ей всё время нужно новое топливо для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевание, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Я уже говорил об этом публично и нашим союзникам, нашим партнёрам. Ведь был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение. А может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Спрашивайте, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чём проблема. В самоуверенности. Вот в чём проблема. На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчинённые, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Как нельзя, это невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объём денег, который затратили на этот переворот. Всё можно. Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбёжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке. Вы послушайте, ну, здесь же все информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за мавитон, запудрить миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Ну, вы-то знаете, что происходило. На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война над чадакийским режимом при активной прямой поддержке Запада идёт уже десятый год. А специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна. Каждый отдаёт себе отчёт, что в международной системе, где царит произвол, где всё решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно. Просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гегемонам, потерявшему чувство меры. И добавлю, чувство реальности. К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли. Все возможные грани перешли. Зря. Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам надо ещё осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается. И что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, на помойку. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния, «Мы – они» – порочное наследие XX века. Это продукт западной политической культуры, во всяком случае, её наиболее агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг, ну, определённой части Запада, определённой части западных элит. Нужен враг, борьбой с которым можно объяснить необходимость силовых действий и экспансии. Но он нужен и для сохранения внутреннего контроля в определённой системе этого самого гегемонии, внутри блоков, внутри НАТО, либо других военно-политических блоков. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. Не наше дело, так живут другие государства. Но видим, мы видим, как во многих из них правящие элиты заставляют общество принимать нормы и правила, которые сами граждане, во всяком случае большое количество граждан, а в некоторых странах можно точно совершенно сказать большинство граждан, принимать не хотят. Их принуждают, постоянно изобретая причины для этого, находя внешних виновников растущих внутренних проблем, придумывая и раздувая несуществующие угрозы. При этом Россия – излюбленная тема подобных политиканов. Мы к этому, безусловно, привыкли, уже исторически привыкли. Но образ врага пытаются лепить из всех, из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно. Из Китайской народной республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, и из Индии, из той же Патали. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Всё понятно. Ну, там индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное, очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжаются. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, ну, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому всё сводится. И даже из мусульман вообще пытаются слепить какую-то враждебную среду. Ну, и так далее. Фактически любой, любой, кто ведёт себя независимо, следует своим интересам, моментально превращается для этих западных элит в препятствие, которое надо устранить. Миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытые блоковые форматы. Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовём вещи своими именами, это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определённую клетку обязательств. Это в известной степени, это очевидная вещь, отъём части суверенитета, а затем и очень часто навязывание решений в других сферах, помимо сферы безопасности и прежде всего в сфере экономики, ну как это сейчас происходит в отношениях между Соединёнными Штатами и Европой. Пояснять не нужно, если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим об этом поподробнее. Для этого международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на каких правилах? Каких правилах? Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Они же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам-то? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это всё, как правило, в откровенно хамской форме. Это всё то же самое проявление вот этого колониального мышления. Всё время мы слышим, всё время звучит. Вы должны, вы обязаны. Мы вас серьёзно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит. Может, вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора всё-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального логичества. Хочется так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернётся. Никогда. Скажу больше. На протяжении столетий подобное поведение вело к воспроизводству одного и того же. Больших войн, для оправдания которых придумывали различные идеологические, а то и псевдо-моральные обоснования. Сегодня это особенно опасно. Человечество обладает средствами, способными, как известно, легко ничтожить всю планету. А невероятная по масштабу манипуляция сознанием ведёт к потере чувства реальности. Из этого порочного круга, безусловно, нужно выходить, нужно искать какой-то выход. Я так понимаю, уважаемые друзья и коллеги, вы для этого собираетесь на Валдейской площадке. В концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация – многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация. Есть некий цивилизованный мир, который служит образцом для остальных. Все должны следовать этим стандартам, этим образцам. А кто не согласен, тех загонят в цивилизацию дубинкой просвещённого господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли. И наше понимание цивилизации совершенно иное. Во-первых, цивилизаций много. И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны, как выразители чаяний своих культур и традиций, своих народов. Для каждого из нас это своё. Для меня, например, это чаяние нашего, моего народа, частью которого мне посчастливилось стать. Выдающиеся мыслители во всём мире, приверженцы цивилизационного подхода, размышляли и продолжают размышлять над понятием цивилизации. Это многосоставляющее компонентное явление. Не погружаясь в философские глубины, здесь, наверное, ни место, ни время для таких рассуждений, попробуем описать его применительно к сегодняшнему дню. Ну, предметы постараюсь это сделать. Основные качества государственной цивилизации – многообразие и самодостаточность. Вот два основных компонента, на мой взгляд. Современному миру чужда любая унификация. Каждое государство и общество хотят самостоятельно выработать свой путь развития. В основе его культура и традиции, укреплённые в географии, историческом опыте, как давнем, так и современном. И в ценностях народа. Это сложный синтез, в процессе которого и возникает самобытная цивилизационная общность. Её неоднородность, многообразие – это залог устойчивости и развития. Россия на протяжении столетий формировалась, как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но её нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном богатстве. Сохранять прочное единство такого государства – непростая задача. На протяжении веков нам выпадали тяжелейшие испытания. Мы всегда преодолевали их, иногда очень дорогой ценой, но неизменно извлекали уроки на будущее, укрепляя наше национальное единство и целостность российского государства. Сегодня этот опыт поистине бесценен. Мир всё более многообразен. Простыми способами управления, причёсыванием всех под одну гребёнку, как у нас говорят, к чему привыкли некоторые государства, со всей сложностью процессов не справятся. Что очень важно добавить при этом. По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаждаться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и народов. И Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на практике. Цивилизационная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочном, к сожалению, опасном и утратившем свои ориентиры. Всё больше государств приходит именно к такому выводу, осознавая собственные интересы и потребности, возможности и ограничения, свою самобытность и степень взаимосвязанности с окружающим миром. Убеждён, человечество движется не к фрагментации на конкурирующие сегменты, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации, а напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми. Вместе с тем, цивилизация – не универсальная конструкция, одна на всех, такого не бывает. Каждая из них отличается от других. Каждая самодостаточно в культурном плане, черпает свои идейно-ценностные принципы в собственной истории и в своих собственных традициях. Уважение к самим себе вытекает из уважения, безусловно, к другим, но и имеется в виду уважение со стороны других. Поэтому цивилизация ничего никому не навязывает, но и не позволяет ничего навязывать себе. Если все будут придерживаться именно такого правила, это обеспечит гармоничное сосуществование и созидательное взаимодействие всех участников международных отношений. И, конечно, защита своего цивилизационного выбора – огромная ответственность. Это касается реагирования на внешние посягательства, налаживания тесных и конструктивных взаимосвязей с другими цивилизационными общностями и, главное, поддержания внутренней стабильности и гармонии. Ведь все мы видим, что международная среда сегодня, как я уже говорил, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна. И ещё одна очень важная вещь – свою цивилизацию, конечно, никому нельзя предавать. Это тоже путь к всеобщему хаосу. Это противоестественно и отвратительно, я бы сказал. Мы, со своей стороны, всегда старались и стараемся предложить такие решения, которые учитывали бы интересы всех. Но наши собеседники на Западе, кажется, вообще забыли, что существуют такие понятия, как разумные самоограничения, компромиссы, готовность в чём-то уступать ради достижения приемлемого для всех результата. Нет, они буквально одержимы только одним – продавить, именно продавить, причём любой ценой, здесь и сейчас свои интересы. Ну, если это их выбор, посмотрим, что из этого получится. Парадокс в том, что уже завтра конъюнктура может измениться. В этом проблема. Например, произойдут внутриполитические сдвиги после очередных выборов. Вот страна настаивает на чём-то, продавливает во что бы то ни стало свои какие-то действия. А завтра происходят внутриполитические изменения. И с тем же напором, и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное. Самый яркий пример – это иранская ядерная программа. Одна администрация продавила одно решение, пришла другая, всё развернули, и всё в обратную сторону покатилось. А как работать-то в таких условиях? Где ориентиры, на что опираться-то? Где гарантии? Вот это и есть те самые правила, о которых нам говорят? Ну, чушь какая-то просто. Всё это почему происходит? И почему это никого не смущает? Потому что на смену стратегическому мышлению пришло следование краткосрочным корыстным интересам даже не стран и народов, а сменяющихся групп влияния. Отсюда невероятная по прежним меркам холодной войны безответственность поведения политических элит, забывших часто и страх, и стыд, и считающих себя абсолютно безгрешными. Цивилизационный подход противостоит таким тенденциям, потому что он основан на фундаментальных, долгосрочных интересах государства народов, интересах, которые диктуются не сиюминутной идеологической конъюнктурой, а всем историческим опытом, наследием прошлого, на которых основано представление о гармоничном будущем. Если все будут руководствоваться именно этим, конфликтов в мире, на мой взгляд, станет гораздо меньше, а методы их разрешения станут гораздо более рациональными, потому что всякая цивилизация уважает, как я уже говорил, другие и не пытается никого менять сообразно собственным представлением. Я с интересом, уважаемые друзья, прочитал доклад, подготовленный Алдайским клубом к нынешнему заседанию. В нем говорится, что сегодня все стремятся понять, представить образ будущего. Это совершенно естественно и объяснимо, особенно для интеллектуальной среды. В эпоху кардинальных перемен, когда рушится весь привычный уклад, очень важно осознать, куда мы идем, к чему хотим прийти. И, безусловно, будущее создается сегодня, не только на наших глазах, нашими руками. Конечно, когда речь идет о таких гигантских, невероятно сложных процессах, предсказать результат сложно или практически невозможно. Что бы мы все ни делали, жизнь будет вносить и внесет, безусловно, свои коррективы. Но, по крайней мере, надо отдавать себе отчет в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда. Вот к чему надо стремиться. Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечат благо людей и баланс интересов. Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права, да и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего – это мир коллективных решений, принимаемых на том уровне, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в регулирование конкретной проблемы. Не один решает за всех. И не все даже решают обо всём. А те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать. Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех, от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и Холодной войны. Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. Надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других, как на партнёров второго сорта, или на как изгоев или дикарей. Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации, кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя. И это приумножает силу. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии. И именно так. Шестое. Мы за равноправие. За различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было. И прежде всего от более богатых или сильных. И это не просто естественное состояние международного сообщества. Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества. Таковы принципы, о которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Уважаемые коллеги, Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто стремится к миру и процветанию, готовой к жёсткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл востражествуют, а многополярный мир утвердится. И в заключение хочу выразить благодарность организациям форума, как всегда, за основательную, качественную подготовку, а всем участникам юбилейного заседания хочу сказать благодарности за ваше внимание. Спасибо большое.